Заходите к нам на огонёк Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Наш огонёк» снова здесь на Демус радиовизуаль и в гостях у нас замечательный актёр и театральный педагог Анатолий Немов. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер, господин Немов. Анатолий Немов, наш любимый профессор и актёр, и уже знакомый в Наш огонёк, с тем, что вы делаете. Мне тоже очень приятно, в очередной раз, быть на вашей передаче. Большое спасибо за приглашение, я всегда с удовольствием приезжаю к вам. Русские поиски от дома. Добрый вечер, гранди. Под очень приятно и приятно, куда мы нашли. Это наш програма, а мы также приезжаем. И сегодня, как следует이었ать, мы еще очень приятно,שнём Немов. strict, спасибо. Нам не знаю, что мы будем делать. Мы будем делать и говорить. Мы будем делать и говорить. Мы будем кушать и будем разговаривать. И может быть уже прям начнем с юмор, потому что что-то першит в горле у нас, да? Да, надо горло, что-то дыринчит, дыринчит, надо горло. Совершенно верно, вот есть такая украинская такая поговорочка. Что-то у горли дыринчит, дыринчит, треба горло промочить, промочить. Коль скоро мы в прямом эфире, и коль скоро мы уже здесь, ну вперед, из песни. И потом как раз в то время, как раз к ужину, поэтому весь на что посмотрели, значит, это, если сразу же... Но я передаю, так как я, конечно, мне надо вести на двух языках, поэтому я как бы этот вот, водку пейте вы, а я буду разговаривать. Ну да. Отдываться мне. Мы сейчас с вами наговоримся, да, да. А я между, вы говорите, а я между вами буду как бы... Продолжение следует... 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 Но я всегда, знаешь, что я здесь брендую и даю мою любовь и любовь, и даю ощущение, на дистанции. Так что, мои друзья, святому братству верен я, и даю, пусть Господь мои молитвы, и даю, пусть Господь мои молитвы, и даю, пусть будут счастливы все, все твои друзья. И даю, пусть будут счастливы все, все твои друзья. Ну, и, конечно, по русской традиции, мы пьем водку, и ее нужно закусывать. Вот когда мы ее закусываем, мы менее пинем, поэтому можем выпить много. И, конечно, наша традиционная традиция ехать копитки, которые не большие, которые не маленькие, которые не маленькие, которые не маленькие, и, конечно, кормить много. О, зато, у нас очень много, что-то, мы оченье cara звонить, кто-то, и, культа, и, культа, и, культа, и эта общая связь, которая уже не миграя с водкой. Что нам Бог послал, так сказать? Сегодня Бог нам послал, ну, скажем, не так много, поскольку, разумеется, русский стол, он знаменит тем, что очень много всегда стоит на столе, но мы вам показали небольшое количество. В обязательном порядке водку нужно закусывать салом. Как будет сало? Тосино, да? Да, тосино, о панцета. Панцета. Она уже закусила. Я тоже сейчас пока не буду, потому что если я буду закусывать, я не смогу говорить. Да, хорошо. Да, потому что... Да, потому что это очень важно, ну, тосино, о панцета, они говорят в том же смысле, сало. Но в разных местах, в испании, они говорят тосино, и здесь говорят панцета. Потому что я начинал изучать в испании, как профессор из испании, поэтому я говорю... Да, да. не используется в Буэностоире, но в Буэностоире в Буэностоире можно сказать. Но это понятно. Но они используются в панцетах, но я не знаю почему. И панцетах... Акады... Акады не используются в том числе, как в нашем стране. Это, конечно, они очень много как-то... Наши чашечки, это токино, ака с чашечки более сладкие. Это токино, ака, это очень более сладко. Не кем много. Потому что не том. Не том, и, ну, и очень важно, для того чтобы убрать водка, это хорошо, потому что токино, как это называется, он как разный, он не дает эборраку, Это как первый, когда ты импакт, когда ты импакт, ты импакт, когда ты импакт, когда ты импакт, ты импакт. Поэтому прежде, чем начинать пить, хорошо бы все-таки съесть небольшой бутерброд или с салом, или с маслом. И вообще очень хорошо закусывать огурчиками. Но зато я приготовила оливье с солеными огурчиками, с малосольными. Ну хорошо, мы еще дойдем, мы еще не заканчиваем. У нас сегодня много впереди времени, я так понимаю. У нас есть о чем поговорить, есть о чем рассказать. Ну и разумеется, любое застолье у нас не обходится без, я уже говорил, без тостов, без стихов, без песен. И оно постепенно превращается в некий, ну я не знаю, может быть даже концерт. Праздник, праздник, праздник души и всего, всего, что есть. Да, начинает. А тут случайно белый раят пустой. Ну так вот. И в большинстве, конечно, вот эта вот традиция тостов, она к нам пришла все-таки из Грузии. У нас тоже говорят, конечно, тосты, но в основном это, конечно, свойственно грузинскому застолью. Всегда вот, всегда говорили. Так как Советский Союз всех наш смешал, поэтому мы как бы стали принимать уже эти культуры за свою. И, в общем-то, очень замечательная эта культура, которая привилась к нам, правда? Это, в общем-то, это видимо раун, когда-то, каждый год earнгий прицел на брусье с другим, когда-классов. И когда-классов нет, ты ее взял к нам, потому что, да, почему-то не заплатить. И тогда, например, это понятно. И это не важно, когда-классов перезисцает прицел на брусье с ними. Я не знаю, что-то, что-то было лет назад. и начинают это увеличивать. Таким образом, если вы сможете закончить, продолжают бренды, продолжают их. И пить нужно до конца, поскольку рог поставить нельзя. Это не юнка. И, конечно, нужно закончить. Уже это вино, а если чача... Потому что нужно... А, и здесь мы добавляем... Это очень хорошо, Эва. Номбрана на mesa. Эва, наш продюсер, мы еще дойдем до того, что мы забыли сегодня начать с благодарности, но мы хотим сказать, что Эва, кстати, макет наполовину грузинка, ее отец грузин. Поэтому она... Завислилилась сразу, заулыбалась. Привет, твои родители. Sí, потому что, это очень красиво. И тамадады, они очень красивые. Мне нравится, эта костума, что иметь тамадад на mesa. И, ну, но, я думаю, что, я думаю, что георгиевны, но, также, наши люди, и славы, тоже говорили много, говорили много, говорили много, вот эти древние, наши... Ну, это да, это уже давно переплелось, так сказать, с нашими культурами. Ну, я смотрю, вот уже закипела гитара, у нашего... Ну, да, как бы культурами заговорили, да, о грузинском застолье, то у меня... А может, еще и песню грузинскую какую-то споем, нет, наверное? Это она отомстила, запущена. Венеградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздь я сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, ко гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню длиннею главу, и заслушаюсь я, и умру от тоски и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заглубится закат по углам заметая, пусть опять и опять предо мною встают в наиву, белый мой был, и синий орел, и фарель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Браво! Потрясающе! Просто действительно как за душу хватает, это вот наши песни, они конечно не понравятся. Я говорю, я говорю, я говорю, что он у него будет реформация Ну вот, ну и, как правило, в русском сестолье второй тост, второй тост всегда за родителей, это как бы у нас традиция за тех, кто дал нам эту жизнь, за тех, кто нас всегда воспитывал, нас кормил, нас вырастил, и за тех, кто привел нас вот к этому с тобой. И за наш родителей, за память наших родителей, у кого нет, и здоровье, кого нет, за тех, кто нет. и о нем в памяти, о нем в памяти, о нем в памяти, о том, что они уехали. Но, к сожалению, нет третий рюмк, обычно на третий рюмк кладут кусочек хлеба, как бы в память о тех кто ушел. Можно сделать это вот так. Вот так, вот так. На третий рюмк кладут куриные третий рюмк кладут куриные, на третий рюмк кладут куриные, Ну и дальше, конечно, начинаются тосты за всех, кто присутствует здесь, за хозяек, даже я почему-то вспомнил Пастернака, за что же пьем, за четверых хозяек, за Новый год, за встречи в Месоед, за то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт. Но это как бы не было. Да, 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 да. Издавна на Кавказе мужчину и женщину уподобляли двум нотам, без которых струны человеческой души не дают правильного и полного аккорда. Так давайте же выпьем за женщин, которые, дополняя нас, рождают небесную музыку. Это грузинский тост. Великолепно! Аплодисменты! И вот, замечательный тост. Извините, меня понесло уже. Каждая женщина подобна розе, такая же красивая, но роз без шипов не бывает. Лепестки быстро облетают, а колючие шипы остаются. Так выпьем же за то, чтобы женщины подольше сохраняли свои лепестки. Да, 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 да. Да, да, да. Дише. Каза муже Lun lazy параарет. Какое мастерство выстрел и анального рies, как жизненный белый великий и богатый. Но вы depart kokая великий. Под yerurezки в 19. petite紅. Лежу smell ancient. Извините, ангид TVs. Балежу прийти. Так что я буду. Может быть вы что-нибудь нам расскажете, нашим телепрителям об этом продукте. Гречка один из самых любимых и самых известных наших круп. Сериалис и круп. Дело в том, что в гречке собрана вся таблица Менделеева. Это действительный факт. Она безумно полезна. Она очень относится к самой здоровой пище. И гречку употребляют в России и вообще на всем постсоветском пространстве очень много и серьезно. Без гречки, вот две вещи, картошка, гречка и хлеб, без которых русский человек жить не может. Менделеев. Гутвилл, это трёх сарасенов, говорит, что у него есть сырья, и у нас есть целая таблица Менделея, потому что все минералы которые существуют в этом сырья. То есть, действительно, у нас есть огромное, огромное. И, также, у нас есть папа, трёх сарасенов и пан, которые мы можем жить с ними, мы можем жить с ними. И так, мы в Аргентине в эту компании где-то我們 привезли потому что, у нас есть сарасенов, вы не понимаете, что есть? Но это не именно сарасенов. Да, потому что у нас гречка в основном продается как ядрица, она крупная, большая и практически не разваливается. Здесь она как мы её называем сечка, то есть разрубленная, поэтому, я пробовал готовить мясную гречку, но она у меня вся слепается и превращается в твердый мощный комок довольно сложно ее приготовить хотя при желании в общем можно вот но конечно вот наша ядрица она она la пора и тема de seguramente porque de los bienes del norte seguramente el clima de lo que ласе puede ser que las el clima me están mostrando algo мы можем сказать о том уже что 8 июня желающие все могут приобрести на матушке руси замечательную гречку потому что она будет в продаже мы будем торговать русской едой у нас будет информационная палатка перла также будем рассказывать о нашей организации женщин предприниматель bueno nosotros este decir todos los que quieren comprar porque ya estamos hasta el próximo llegada de trigo sarraceno tenemos nosotros lo que la última paquete que tenemos lo vamos a ofrecer en el día 8 acá están del sábado 8 y arranca la fiesta a las 12 del mediodía con con este vienen la gente desde las 10 de la mañana puede venir a las 12 empieza el concierto cancerto de llena de sabud de nace a вообще todo uso de todo a las 2 a las 10 de la mañana 10 часов утра bueno no cancerto de llena de sabud de nace así que acá de rusia y belarus representa en la avenida de mayo y bolívar bueno y en nuestro stand que estamos nosotros nasha ganó que está estamos todos en nuestras organizaciones perla estamos en dos gaseos así que van a poder probar y la comida y vamos a tener nosotros con ustedes compartir charlas explicando cuál nuestro sentido de armar nuestra organización de las empresas de emprendedoras primeras emprendedoras rusas en latinoamérica así sería bueno acá tenemos perla bueno y otras organizaciones que estamos nucleando que es nasha radio nasha ganó nasha migratia y perla es la damos lanzamiento a las a la empresa de los primeros emprendedores rusas en latinoamérica Standard America приглашаем приходите покупайте нашу русскую еду и хотим вам напомнить в том что в наш информационном салоне perla будут работать целый день юристы которые смогут вам дать бесплатно в этот день бесплатно какие это необходимые консультации какие то ответить на какие то вопросы поэтому подходите и спрашивайте записывайтесь в нашу организацию мой брат всех вас видеть ну а сейчас мы и плавно переходим к рекламная паузе вы оставайтесь с нами потому что еще масса у нас интересного вот и водка у нас только в принципе начатое еще не допито и еды полно а я уж марина а я на еду поглядываю салатик у нас оливье нам расскажете что оливье кто его придумал почему называется оливье или после паузы ну разумеется оливье кто его придумал таким названием я вам все расскажу после паузы спасибо рекламная пауза на корта пор фавор и встретимся с вами буквально через несколько минут а